Так, друзья, всем привет! Меня зовут Оля, давайте поговорим с вами о чем-нибудь интересном. Ну, я так думаю, что те, кто увидели название этого видео, ой, переживают что-то типа кризиса в работе. Давайте поговорим, зачем вообще нужны кризисы и как их использовать в свою пользу. Очень многие думают о том, что внешнеэкономические кризисы и вообще личные кризисы — это какая-то катастрофа, так быть не должно и не должна себя чувствовать или не должен себя чувствовать неуютно. Мои ожидания должны как-то срабатывать и самое главное, что мой работодатель должен о них догадаться. На самом деле это не так. И кризисы очень часто происходят из-за того, что ваши ожидания или ваши обязанности или ваша оплата со временем, пока вы работаете с работодателем, у вас идет процесс противодействия. Я снимала косметическое видео, поэтому потерпите меня такой. Противодействие, где работодатель хочет максимально сэкономить, но при этом оставить вас в работе. А ваша задача — максимально заработать и меньше часов в день поработать. Это нормальное противодействие абсолютно. Причем люди очень часто учатся делать какие-то новые вещи для того, чтобы быстрее обрабатывать максимальное количество задач. Нарастить какие-то свои компетенции. Я знаю, что если они нарастят эти компетенции, то у них от этого увеличится доход. И в соответствии с этим работодатель будет больше платить. Есть, конечно, позиция о том, что типа пришла инфляция, можно мне за счет инфляции повысить зарплату, но это вообще утопическая история. В мире бизнеса такое прям не очень хорошо работает. Не рекомендую так делать. Поэтому отстаивайте свои границы как работник. Если на вас навешивают дополнительные обязанности, то вы вправе попросить за эти дополнительные обязанности дополнительные деньги. Если вы считаете, что ваш работодатель за эти доп. обязанности вам не будет доплачивать, то тут вам решать, продолжать с ним работать или нет. Собственно, как я переживаю подобные истории? Во-первых, я стараюсь понять, в чем причина разрыва. То есть, либо где-то кто-то попытался подвинуть мои границы, значит, я должна отодвинуть их назад. Либо на меня навешали столько, что меня должны доплачивать. В этот момент первое, что, как я это переживаю, я пишу резюме. Хорошо написанное резюме не вот это вот говно, которое в основном мы видим в хэдхантерах, а именно хорошо написанное резюме, которое содержит хорошую структуру и позволяет ретроспективно вообще посмотреть, чем вы занимались у текущего работодателя. Оно позволяет очень трезво вообще оценить, о норме вообще или не норм. И там очень простая логика в том, что, во-первых, надо, вы перечисляете свои обязанности, хороший тон, добавить еще какие-то свои достижения. Вот, поэтому напишите резюме в формате обязанности плюс достижения. Если вы видите, что у вас есть хорошие достижения, и, опять-таки, это не монетизировано, а вы должны понимать, что ваша работа должна быть монетизирована не какими-то там, не знаю, повышением, например, а все должно монетизироваться. Вы на работу приходите продавать свое рабочее время за стоимость, там, не знаю, за час, например, или за какую-то одну деталь, которую вы выполняете, помноженные на кучу коэффициентов в зависимости от вашего образования, опыта, работы, подхода к делу и так далее, и так далее. Там куча факторов на самом деле на это влияет. Вот, поэтому если вам ваш работодатель говорит, слушай, мы тебя повысим, но при этом не дают вам денег, вас наебывают. Это я прям вам точно говорю. Можете посмотреть мое предыдущее видео на эту тему, которое называется «Самые дешевые работодатели», и я вам хочу сказать, что последние два работодателя, которые у меня были, вот я велась на вот эту удочку. Типа, Оля, мы тебя повысим, Оля ебашила несколько месяцев, а потом такие, ну мы не можем тебя повысить, или там, ну подожди еще чуть-чуть, а я уже как бы четвертый месяц работаю на новой должности, поэтому сначала повышение, оформление, да-да-да-да, весь вот этот бюрократический цикл должен произойти, и только после этого приступаем к новому, к новым обязанностям. Вот, потому что там, ну как бы вот, да и в провинции тоже у меня такое было. Но в Москве особенно этим грешат, особенно компании категории B и C, то есть это не лидеры рынка, типа, которые первые работодатели, там типа, не знаю, всякие Сберы, X5 и так далее, потому что не будут такой херней заниматься, а вот какие-нибудь мелкие работодатели, где прям аж сам собственник или генеральный рулит и подбирает своих сотрудников, то там может быть такая история прям 100%. Поэтому, первое, пишем резюме. Вы можете его никуда не отправлять, просто напишите его для себя, для того, чтобы оценить, какой вы классный ананасный или не очень. Второе. Побейтесь об рынок. Если вы понимаете, что как бы ваше резюме класс, вы очень многому научились, ваши обязанности должны максимально монетизироваться, соответственно, настало время выходить на рынок и смотреть, что рынок вам предложит. Если у вас за первые, там, типа, две недели есть достаточное количество офферов на ту зарплату, которую вы хотите, то можете прям смело приходить к своему работодателю и говорить о том, что вот, смотрите, только резюме не показывайте, можете резюме, кстати, зарегистрировать, если вы боитесь, что вас будут искать. Во-первых, написать свою компанию как анонимную, там, типа, фамилию, имя, возможно, взять какой-то псевдоним, но обязательно поменяйте номер телефона, купите отдельную симку для поиска. Вот, купите, пожалуйста, отдельную симку для поиска, чтобы вам, вас HR не смогли пробить. Это очень важный момент. Если вы боитесь, если нет, то как бы просто обновляйте резюме и всё. Я, честно говоря, уже перестала, я своё отбоялась, поэтому я уже своего номера публикую, если мне это нужно. Если у работодателя есть вопросы о том, почему я ищу работу, ну, как бы, я всегда могу ответить о том, что, во-первых, я всегда рефлексирую относительно рынка и своих обязанностей, что вы мне платите, что мне предлагает внешка, при том, что надо понимать, что, как бы, IT, ну, то есть, типа, у нас зарплаты реально растут раз в неделю. Ну, то есть, РП на ERP моего уровня уже месяца три или четыре не получают ту зарплату, на которую я ушла с повышением семь месяцев назад. Ну, то есть, типа, такая какая-то штука. Вот, ну, я просто, мне просто нравится компания, в которой я работаю, мне достаточно платят. Вот, у меня очень хороший руководитель, интересные обязанности, и есть шанс продвинуться дальше, ну, то есть, типа, внутри компании продвинуться. И у меня есть ещё там всякие скрытые истории, которыми я бы хотела заниматься. Вот, но, тем не менее, надо посмотреть, то есть, типа, если я сейчас обнаружу о том, что разрыв между моими ожиданиями или обещаниями мне слишком высок, то, естественно, я буду ставить вопрос по поводу поиска работы. Мне, как бы, с этими людьми детей не крестить, и тоже надо понимать историю, что любая организация, даже если мы большая семья, мы все тут такие дружные, классные, у нас тут всё так здорово, вы поймите, это организация, которая зарабатывает деньги, которая хочет на вас максимально сэкономить. И надо понимать, что, как бы, тогда, когда вы перестанете быть удобным инструментом, который выполняет свои обязанности, а это может произойти в любой момент, то есть, не значит, масштабный рост компании или, наоборот, масштабное сокращение, или какое-нибудь изменение, придёт какой-нибудь новый руководитель, она просто выпиздит. Никто не посмотрит на то, что у вас, не знаю, трое детей, ипотека, кредиты и всё такое. Поэтому, как бы, тут надо всегда держать свои границы относительно работодателя, отказываться вежливо, например, от того, что вам пытаются написюлить какие-то новые обязанности. Это сложно, бывает, особенно, там, не знаю, в период какого-нибудь испытательного срока, но в целом, возможно, отстаивать свои границы, потому что, говорит им, что, ребята, я тут наёмный сотрудник, мы с вами договаривались вот на вот это, если вы хотите мне навесить дополнительные обязанности, давайте поговорим о доплате. Ну, то есть, типа, разговор должен строиться примерно таким образом. Так вот, первое составляем резюме, второе бьёмся об рынок. Если обратная связь положительная, то мы идём к текущему работодателю и выкладываем карты на стол о том, что вот такой-то функционал, туда-сюда надо допилить, или там накинуть денег, или что-то поменять, или снимите с меня лишний функционал, тра-та-та, короче, должна состояться какая-то беседа. И дальше уже смотрите по обстановке. Беседа в формате повысьте мне, пожалуйста, зарплату, потому что у меня, не знаю, повысилась стоимость квартиры, например, вообще не вариант. То есть, типа, в больших крупных корпорациях это не имеет никакого отношения, особенно там, где есть градирование. Это не сработает. Причём тут тоже есть момент у крупных корпораций. Это какая-то, не знаю, негативная обратная связь, например. Я так боюсь, что у меня в проектах такое точно будет, потому что я ещё жёстко отстаиваю границы проекта, когда мне начинают прихерачивать туда левые задачи. Я такая, типа, ребята, подождите, вы не должны решать это, например, в рамках моего проекта, давайте это вынесем отдельно. И я понимаю, что я там не потяну обязанности. Ну, короче, как-то пытаюсь решить эту проблему. Я боюсь, что тоже будет негативная обратная связь. Но что поделать, даже если она и будет, как бы, на разжалование я точно не пойду. Вот, так как я очень сильно нарастила компетенции свои в текущей компании. Но на увеличение зарплаты или, например, на перемещение на какую-то должность с изменением в большую сторону зарплаты я готова. Если нет, то, как бы, ребята, два оклада и до свидания. Вот, такой вариант тоже может быть, потому что это, ребята, отстаивание своих границ. Вам с этими людьми детей не крестить. То есть, опять-таки, зверский оскал капитализма вас... Вам откусит жопу, вас перекусит пополам, переварят и выплюнет. А вы у себя один, поэтому надо себя беречь. Вот, поэтому надо быть очень-очень осторожным. Так вот, идёте к руководителю, понимаете, какая там обратная связь. Если обратная связь, да, то должны быть чёткие сроки. Извините, у Суры бешенство мармеладки. Так вот, извините, я буду немножечко доктором зло, пока она не уйдёт. Должен быть чёткий срок, когда это произойдёт. Этот срок должен быть не больше одного месяца. Как только вы начинаете слышать, ой, на следующей неделе, через неделю, давайте ещё через неделю, давайте ещё через неделю, вас наёбывают 100%. Ребята, 100%. Вот прям поверьте мне, нормальные работодатели с такой хернёй заморачиваться не будут. Они просто повысят вам зарплату, если вы, цены для компании. Если нет, то, как бы, зачем вам такой работодатель? Всё очень и очень просто. Вот, всё очень просто. Важны ваши границы. Вы должны выполнять тот функционал, за который вам платят. Вы выполняете функционал в полном объёме, вам платят полную зарплату. Если что-то излишки, то, соответственно, выходим на повышение зарплаты. Если нет, то мы удачно с вами уже побились об рынок. В идеальном мире, то есть, типа, как я хожу на такие переговоры, у меня обычно 2-3 оффера, и после этого я начинаю переговоры по поводу повышения зарплаты. Если всё ок, то, соответственно, зарплату повышают. Если нет, то, собственно говоря, расстаёмся. Вот, но даты должны быть чёткими. Если нет чёткой даты, вас очень наёбывают. Это вот прям гадалки не ходи, просто хотят попользоваться ещё вашими мозгами. Либо у меня тоже у друга было такое, такой, типа, ну, может, зарплату повысим туда-сюда, а они уже несколько месяцев искали человека на его место. И такое тоже бывает. Ну, то есть, типа, возможно, он перерос эту должность, или должность его переросла. Ну, то есть, может быть такое, что, типа, требования к должности за время очень сильно выросли, а вы под эти требования не выросли. Это тоже нормальное явление. Тут тоже надо каким-то образом это решать. Вот, в целом, короткие советики, максимально не эмоциональные и по фактам от меня. Пишите то, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Поставьте лайк мне, сурочки, и заходите на мой канал, который называется «Экономические новости печатников». Там больше лайфстайл-блог, я там больше записываю кружочков, рассказываю, как у меня дела, куда я хожу, что делаю, общаюсь со своими подписчиками. Вот, и в целом, такой, очень быстрое общение. Вот, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok